Всем привет! Канал Very Даже Очень Well, с абсолютно русским названием Даже Очень Хорошо, полностью на кириллице. Приветствую вас сегодня на Фломаркте. Фломаркте это по-немецки, по-русски это блошиный рынок или барахолка. Чем же хороша барахолка? Во-первых, она позволяет поторговаться. Это то, что в принципе в Европе, не знаю как во всей Европе, но думаю, что так же как и в Германии, практически больше нигде нельзя сделать. Обычно это фишка восточного рынка, но никак не европейского. Плюс вы еще можете в куче, казалось бы, никому не нужного хлама отыскать какую-то вещицу, которую, возможно, всю жизнь искали. И вот только сейчас нашли, а еще и купить ее за бесценок. Но должна сказать, что сейчас вы увидите в этом видео не классический фломарк, не классический блошиный рынок. Потому что обычно все выглядит попроще. Ну, так же, как это было в принципе и при Советском Союзе у нас там где-то на постсоветском теперь уже пространстве. Или в городах, где до сих пор сохранились такие традиции, проводить подобные мероприятия. Значит, просто люди, которые имеют что-то дома и хотят это продать, либо профессионально занимаются этим, скупают там на других каких-то рынках, потом продают. Сегодня же здесь проходит некая комбинация. Видите, такого праздника. То есть люди могут сесть покушать, музыка играет. Для детей много всяких представлений, там лицо им красят. И отдают родителям счастливых и довольных чат, что тоже немаловажно. А пока детишки смотрят спектакль, взрослые могут как посмотреть, так и принять участие в показе мод. Все, что одето на моделях, можно купить на стенде модельера, дизайнера Марианны Мак. По совместительству жены владельца Европа Парка. Что такое Европа Парк, смотрите на нашем канале в других видео. Сейчас на экране вы увидите карточку, по которой вы можете перейти и сразу же понять, о чем я говорю. Итак, сегодняшний блошиный рынок состоит из двух частей. Одна часть, это то, что продается именно от Европа Парка. Это одежда, может быть мебель, все что угодно, костюмы из Европа Парка. Всякое разное всячино. И все эти деньги идут на благотворительность. Каждый обычный человек может, кроме кайфа, купить что-нибудь нужное для себя за маленькие денежки, еще и поучаствовать в большом деле. Помочь детям, например, в 2019 году на вырученные средства была оплачена реабилитация 30 детишкам, страдающим от рака. Вот сегодня я купила дизайнерское платье и пиджак всего лишь за 20 евро. Кроме осознания того, что это реальные копейки за такие серьезные, крутые, дорогие вещи. Ну и с ними намного проще и приятнее расставаться, когда понимаешь ради чего. Вторая часть, это просто любой человек, частник, может купить себе здесь место и распродать то, что нужно конкретно ему. Некоторые продают, опять же, то, что нашли дома, другие что-то от детей своих, дети выросли, там игрушки, одежда. Здесь это тоже очень популярно. Немцы очень с удовольствием большим покупают бэушные вещи и игрушки тем более. Так, а кто-то предоставил свою, представляет здесь свою продукцию. Может сидеть тетенька прямо здесь вяжет, там пинетки, маленькие одежки. Для деток или для кукол. Потом здесь есть наша даже знакомая, она занимается выпечкой кондитерских изделий. Значит, разные тортики, пироженки, некоторые из них прям такие дизайнерского вида, состава, вкуса и всего остального. Очень прикольно. Не остался сегодня в стороне и садовый центр Европа Парка. Сколько лет я уже не хожу на этот блошиный рынок, никогда не могу купить большой вазон Хризантем. Все давно уже забронировано и выкуплено. Но все равно без маленького подарка мы сегодня не уйдем. Кстати, в школах в Германии не собирают деньги ни на шторы, ни на что подобное. Родители скидываются, как говорится, только на большие какие-то поездки. Все остальные деньги в школьную и классную кассу попадают именно посредством подобных фломарктов. Дети приносят из дому все, что им не нужно, старые книжки, игрушки, одежду и так далее. Родители пекут тортики, печенечки, еще что-то там. Иногда делают салаты, какие-то закуски. Делается целый праздник для этого. И все деньги, вырученные на таком мероприятии, попадают уже непосредственно в каждый класс или в школу. Эффект тот же. У детей есть деньги на различные мероприятия и походы в музеи, планетарии, кинотеатры и так далее. А родителям такой вид спонсорства намного приятнее, чем то, что мы видели и пережили на постсоветском пространстве, конкретно в Украине. Кто не хочет, может вообще не участвовать в этой акции. Но большинство родителей очень даже охотно делают это, покупают все, что продается на подобных рыночках, потому что понимают, что все до копеечки идет их детям. И хочу сказать, что немало этих денег можно собрать. В классе у нашей средней дочки, у Тамары обычно собирают по 400-500 евро. И детям хватает на разные маленькие какие-то поездочки, походы куда-то в кино или еще что-то. Как-то так. В общем, традиция очень хорошая в Германии. Вообще много таких традиций. Все, кто приезжает в Германию, кто имеет возможность сейчас приехать, посетить, всегда приглашаем на такие вот фломаркты. Фломаркты стихийные, какие-то либо запланированные, по разным тематикам, но тем не менее, вам понравится. А сегодня вообще классная погода. Два года этого рынка такого не было здесь, именно вот этого, потому что, конечно, помешала корона, как и всем нам. А в этом году все возобновилось, мы очень рады. И погода радует, и все довольны, люди общаются, в общем, все прикольно. Приезжайте. А канал Very даже очень well прощается с вами на сегодня.